Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Черчилля 3. Это тяжик премиумный пятого уровня Советского Союза. Да, британец вылитый один в один, но Советский Союз. Что есть, то есть. Итак, ребят, как можно получить эту машинку? Два варианта. Либо купить, когда будут продавать, либо вы можете, если вы фартовый, то получить ее из контейнера, который вы открываете периодически в магазине. Вот это Черчилль 3. И скажу откровенно, Черчилль 3 именно из этого контейнера мне и упал. Поэтому, ребят, я могу сказать, следующие шансы на выпадение есть. Просто не забывайте открывать контейнер. Возвращаемся к Черчиллю. Черчилль машинка прикольная. Машинка прикольная по двум причинам. Первая, у него есть броня. Какая-никакая, но есть. Планка. Вот эта бронированная, вот эта. Да, там, то есть, ну, короче говоря, есть полосы зеленые, полосы тупо красные. Когда вы начинаете вот так вот ромбовать, то, соответственно, приведенка увеличивается, и пробить его еще сложнее, выцеливать еще сложнее. А почему еще его сложно выцеливать, когда он стоит ромбом, либо в прямой проекции? Потому что ему позволяет довольно неплохо отбрасывать либо его базовая пушка, либо его топовая пушка. Базовая пушка представляет собой всего лишь 90 единиц урона, но перезарядка в 3,2 секунды. Давайте будем говорить 90 альфы каждые 3 секунды. И суммарно 1685 единиц ДПМа в минуту. По-моему, неплохо. Что касается времени сведения и разброса, ну, тут такие цифрки спорные, хотя в игре мы обязательно их заценим. Углы склонения орудия вниз минус 6. Опять-таки будем смотреть непосредственно в самом замесе. Если вы же будете играть на топовой пушке, а мы обязательно на ней сегодня сыграем, то вы будете иметь меньше разброс, меньше время сведения. Я бы не сказал, что существенно изменяющийся в какую-либо сторону, да, там, ДПМ в минуту по одной простой причине, потому что 6 единиц вообще в принципе ни о чем. Зато время перезарядки увеличивается до 5,7, практически в 2 раза. Что же касается бронепробития, то бронепробития становится меньше, зато увеличивается альфа, которую вы накидываете, 160 единиц. Но, в принципе, альфа для пятого уровня неплохая. С учетом того, что машинка весит всего суммарно 890, то, соответственно, 160 единиц для нее, ну, довольно-таки неплохая альфа. Итак, ребят, давайте меньше слов, больше дела, запрыгиваем в бой и смотрим, что эта машинка может. Пока закидываемся в бой, хочу попросить вас об одолжении. Подарите мне, пожалуйста, секунду своего времени. Вы можете потратить ее на то, чтобы подписаться на канал. В правом нижнем углу есть желтый шильдик. Наведите туда мышь, нажмите на кнопку подписаться, и вы станете постоянным зрителем моего канала официально. Для вас это всего лишь секунда, которая, по сути, по большому счету, в глобальных масштабах ничего вам не весит. А для моего канала ваша секунда — это целая жизнь. Спасибо вам огромное за поддержку моего начинания. Итак, ребят, давайте первое, что будем заценивать, будем заценивать подвижность машинки. Подвижность у машинки, ну, такая, тугой-тугой тяж. Никогда Черчилль не хвастался подвижностью ни в чьих руках. Что-то с ним не делай, как-то его не прокачивай, ехать он будет так, как он едет. Медленно, но уверенно. Настолько медленно, что на этом танке перекинуться на другое направление, это больше вызов и испытание, чем возможность, и та возможность, которую вы бы могли реализовать. Нифига. Нет. Вот если вы уже поехали куда-то на какое-то направление, будьте готовы держать его, и молитесь, если вдруг вашей команде понадобится, когда вы разберетесь на своем фланге, чтобы вы перекатились куда-нибудь в другую сторону. Что касается его брони, ну, безусловно, против ледокола заценивать броню сложновато. Я переключусь на голду для того, чтобы просто не мучиться с выцеливаниями, и попытаюсь ледокола поразбирать просто по скорости перезарядки по одной простой причине, потому что других шансов у меня, в принципе, нет, как таковы. Я лучше потрачусь, но попытаюсь сделать хоть что-то. Вот сейчас приехал товарищ, который будет дышить меня в борт, и шансы мои на выживание крайне маленькие в данном случае. Зажали меня по полной программе, отстреливался до последнего, теперь давайте будем смотреть на тушу. Ледокол пробил меня тупо под орудием, причем несколько раз, как я понимаю, ну, соответственно, дальше меня били в борт, ну, я бы сказал, в борт башни, да, то есть практически в затылок. Ну, удивительного абсолютно ничего нет. Был сам, возможно, против ледокола я бы еще там попытался как-то пободаться исключительно по скорости перезарядки и использовать голду против него, но когда товарищей было двое, то понятное дело, что заехав ко мне в борт, шансы на выживание у меня были приравнены к нулю. Ребят, досматриваем бой и закатываемся на следующую каточку с другим орудием. И так, друзья, закончился бой, закончился поражением нашим. Давайте посмотрим на результаты, хотя результаты такие себе, 610 единиц урона, и по результатам того, как отыграла вся команда, мы находимся на третьем месте с конца. Давайте теперь закатимся в бой на другой пушечке. Про ту пушечку единственное, что я не сказал, я не добавил, что у того орудия, по моим ощущениям, действительный плюс, который есть, помимо его скорости перезарядки, но низкого все-таки уровня альфы, у него есть очень хорошее сведение, я имею в виду как по скорости, так и по точности. Точность орудия очень, очень хорошая. Так, орудие поменяли, убедились в этом, запрыгнули в следующую катку, ну и давайте заценим орудие уже с немножечко другими показателями. Против нас, кстати, есть Черчилль-3. Если нам повезет, мы увидим сами себя в прицеле, ну и сможем заценить нашу броню на примере нашего врага. Я, честно говоря, пропущу Митсу вперед. Он, товарищ, веселый, прикольный. Пусть едет, нас порадует своим тылом. Не хочет он ехать вперед. А и правда, зачем ему туда ехать, если он надеется, что туда поедем мы. Так, видим первого Черчилля. Вроде бы и вперед особо катиться не хочется, потому что, честно говоря, отхватывать не охота, так как в прошлом бою. Ну вот, разброс у орудия, он, как бы, по ощущениям в игре не очень хороший. Я имею ввиду по времени сведения и по точности. Ну, короче говоря, и откровенно говоря, я играл этот танчик исключительно на базовом орудии, потому что там хотя бы есть существенная скорость перезарядки. Что же касается данного орудия, она все-таки, ну, существенно отстает, соответственно, меньше нравится. Вот едет на нас Черчилль третий. Давайте на него посмотрим. Вот так мы для себя выглядим. Но учтите, что мы играем на топовой пушке, у которой пробитие отличается от базовой. Ну вот, в принципе, и поиграл ГСН. Теперь смотрим опять на нашу тушу, куда нас били. Били нас в башню, били нас в ВЛД. Короче говоря, пробивают, ребят. Пробивают, несмотря на то, что броня у этого танчика, по сравнению с другими премиумными танками, тяжелыми на пятом левеле, а я напомню, их всего три, соответственно, ну, есть с чем сравнивать. Есть Excelsior, есть Т-14 и, соответственно, Черчилль-3. Так вот, из них троих, мне, честно говоря, по бронированию, больше всего нравится все же Excelsior. Он действительно принимает непробитие, он действительно нормально отыгрывается, если стоять прямо. Но, короче говоря, Excelsior более живучий, чем любой из соперников на этом уровне. Я имею в виду, более живучий, чем Т-14 и более живучий однозначно, чем Черчилль. Черчилль отличается от Т-14 и от Excelsior скоростью перезарядки. Вот в этом ему не откажешь. Итак, ребят, второе поражение, как я люблю говорить, из песни слов не выбросишь, да я и не собираюсь этого делать. 900 единиц урона, один уничтоженный противник. По-моему, мы кого-то там добрали. Ну, ладно, бог с ним. Добрали, да и добрали. А, Конора, да, Конора мы забрали. Ну и, ребят, в этом бою мы заняли аж первое место по урону, хотя, поверьте, Черчилль может и больше, но все-таки его слишком часто в начале боя выносят. Выносят, потому что он, ну, не отыгрывает нормально своей броней против противников. Итак, ребят, суммируя, скажу следующее. Ценник на данную машину, который я бы, допустим, поставил в случае, если бы его продавали для себя, чтобы его купить был интерес, да, то я думаю, что для себя я бы приобрел данную машину исключительно в коллекцию не более чем за 2000 голды со всякого рода плюшками, которые будут мне позитивны и интересны. Если же без плюшек, то, честно говоря, цена ему золотая, ну, от силы полтора косаря голды. Вот как-то приблизительно так. Я не знаю, будете ли вы его покупать, когда его будут продавать, но уверен, что не помешает халява, если вдруг выпадет из контейнера в ваш ангар. На данный момент у меня все. Это был обзор на Черчилль 3, и таким, какой он получился. Всех благ, мира вам и спокойствия.